Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Все любят голдфармить, все любят получать голдишку, все любят реализовывать выгодные реагенты, все любят их дешево закупать, с целью потом дороже перепродать. Не спорьте, все это любят, уж точно. Сегодня мы поголдфармим на партнерном деле с помощью самой обычной белого качества ткани. Сумеречная ткань. Замечательная, дропающаяся в хорошем количестве. Вот, и для реализации всей этой ткани, чтобы скрафтить кое-либо итем, нам также потребуются затененные нитки. Затененные нитки, затененную нить, можно купить в Арибосе за 5 единиц золота, но это не круто, это реально не круто. Мы можем прийти в Бараус и просто-напросто купить эти ниточки за 4 единицы золота. Круто? Вот это реально круто, я считаю. После покупки просто-напросто высылаем эти ниточки на того персонажа, на которого нам нужно. И уже в тот момент, когда я перезайду, я расскажу, о каком крафте сегодня пойдет речь. По идее, как правило, при старте каких-либо дополнений очень выгодны наручи в своем крафте. То есть мы тратим мало ткани, мы тратим мало реагентов, и наручи очень хорошо стоят, и мы можем их еще в дальнейшем диздомить для получения пыли при условии, если пыль стоит дороже, чем цена продажи. Но в Shadowlands немножко все пошатнулось. Пошатнулась грань между жизнью и смертью, и пошатнулись чуть-чуть профессии. Накидка из сумеречной ткани. 4 сумеречные ткани, 1 затяненная нить. Цена продажи 37 единиц золота. Круто? Круто. Собственно, вычитаем одну ниточку, мы тратили 4 голдишки на нее. 37 минус 4 это 33. 33 мы делим на 4. И что мы получаем? Мы получаем то, что одна ткань окупается примерно в виде 8 единиц золота, 25 серебряных монет. То есть, если вы хотите поголдфармить таким способом, то вы можете смело закупать эти нитки по 4 голдишки в Бараусе, ну или в Золдазаре, если играете за Орду. И покупать сумеречную ткань можно дешевле, чем 8 голды. Да, прирост будет небольшой, но ткани очень и очень много на аукционе в текущий момент. Давайте даже поставлю Брутозавра, хотя я говорил, что я его юзать не буду. Это абуз, но все же. С целью записи видосика можно пойти на крайние меры. Сумеречная ткань. Ее очень много на аукционе. Она очень дешевая, то есть, она даже сейчас там по 4 голдишки висела, но ее моментально купили. А так, в целом, 6.30, 6.50, 7 единиц золота. Но тут я уже всю мысль высказал, по какой цене можно закупать, если я, конечно, сделал правильный расчет. Если ошибся, то перепроверьте. Сумасобо пересчитайте еще тоже. Цены могут отличаться на покупную ткань. Также мы можем эту ткань нафармить, что даст нам еще больший прирост голдишки. И это не может не радовать, само собой. Если хотите, скрафченные вещицы, можно еще и дизнуть ради пыли духа, как вариант. Давайте глянем, сколько у нас пыль стоит. 22 единицы золота. При дизе одного предмета, зеленого, падает, по-моему, от 2 до 4 единиц пыли. И это выгодно. То есть 3 пыли упало, да? Мы дизаем, получаем с продажи пыли просто-напросто 66 голдишки. Круто? Круто. То есть как вариант. Хотите, просто-напросто крафтите накидку и продавайте торговцу. Хотите, крафтите наруча и вообще дизайте. То есть вот вам пища для ума, по-моему, так это говорят. По-моему, так это говорят. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Уверен. Таким образом, вы нафармите хорошее количество голдишки. Дерзайте. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok